Всем привет! Начинаю это видео с того же места, где закончилось предыдущее видео-шоппинг-влог. Как и обещала, сегодня у нас будет распаковка, сразу после шоппинг-влога. Будут вещи, те, которые я купила как раз во время этого влога, пока я его снимала, и то, что мне пришло, мои онлайн-заказики. Мне кажется, я такое видео уже очень давно не снимала, потому что и показывать особо было нечего, а сегодня я сижу в пакетах. Даже не знаю, с какого начать, если честно. Давайте начнем с онлайн-заказа, потому что мне самое интересное, как все там выглядит. Первая посылка у нас из Studio 29. Как обычно, вкладыш-картиночка. Если вы еще не знакомы со Studio 29, это российский бренд, у которого производство в России. Это, мне кажется, не первая вещь, которую я показываю от этого бренда. Мне он очень нравится. Классное качество. Особенно мне здесь нравятся брюки. У меня есть одной и той же модели, несколько разных вариантов. И особенно мне нравятся здесь жакеты. В гардеробе у меня уже как минимум два, и они базовые. Я один бежевый затаскала уже просто, я его, наверное, года три, и я каждый год его ношу. Он идеальный оверсайз однобортный жакет. И я заказала в этот раз себе белый, точнее, молочный костюм с жакетом. У меня в размере M. Такой же жакет, точно такой же жакет. У меня есть в малиновом цвете, я его летом показывала. Вот. И он у меня был в размере S. А этот в размере M, потому что S не было. Не знаю. Надеюсь, что у меня будет он не сильно большой. Как раз оверсайз и брюки. Это ровно прямые брюки, они не широкие. Опять же, на защипах сверху. У этого бренда, наконец-то, появился размер XXS. Потому что раньше, когда я заказывала XS, он был мне немного большеват. Вот. Поэтому по размерам я выбрала себе, наконец-то, XXS. Как раз на мою талию. Надеюсь, что я влезу. Я очень давно себе хотела молочный костюм. Ну, конечно, это на сухую погоду. Мне нравится такое носить, например, с кедами, с конверсами. Либо с каблуком куда-нибудь на вечер. То есть ты садишься в машину, доезжаешь до места, выходишь и уже никуда не идешь. Только до ресторанчика, для кафе, до какого-нибудь театра и так далее. В общем, на выход, либо в сухую погоду ходить. А жакет, конечно, на любое время. Дальше покажу, что я выбрала в Лиджио. Я не ушла туда, конечно, из этих брюк, которые мне там идеально сели. Вот эти вот брюки в полосочку. Они темно-синие или черные? Я так и не могу понять. Мне кажется, они скорее черные. И я себе давно искала. Каждая покупка начинается с того, что я давно это искала. Потому что это правда. Я давно себе хотела брюки в полоску. Но я хотела темно-синие в одинарную полосочку. А здесь получается черный. И здесь такая двойная полосочка. Я не могла их себе не взять. Потому что они сели как будто бы точно на меня. Как будто они на меня пошиты были. Талия на месте. И длина вообще просто идеальна моя. На рост 166-167. На самом деле я не знаю точно свой рост. Я знаю, что я не 170. Я знаю, что я не 160. И что я не 164. Поэтому я очень хочу где-нибудь измерить свой рост наконец-то. И я еще взяла эту шапку. Мне кажется, что это идеальная шапка на зиму. Такую мне бы еще черную. И может быть у кого-то яркого цвета. Потому что такая форма мне очень нравится. Она не сильно сужается кверху. И не сильно длинная. I'm Klaw. Опять же, это третья посылка от российского бренда в этой распаковке. Я уже говорила, что у них классные свитерочки. Вязаные вещи. И как раз сейчас самое время зайти на их сайт. Что я и сделала. Первое. В первом мешочке. Это классная упаковка у них. Я уже говорила об этом. В первом мешочке у меня был вот такой укороченный свитер. С крупной вязкой. И он темно-синий. Кстати. А, и воротничок получается у него без второго сгиба. Кстати, очень классно будет этот свитер укороченный. С высокой талией брюк. Как раз вот с этими из Лиджио. Мне кажется, они идеальная пара, дружки. Следующий мешок. В следующем мешке у нас такая необычная жилетка. С разрядами сбоку. И я идеально вижу эту жилетку на какую-нибудь рубашку. А вот это же вариант жилетки уже более такой школьный. Тоже можно носить ее и на рубашку. И вообще, если на голое тело. Потому что здесь вырос не сильно большой. Уже как вам хочется. Либо даже на лонгслив или бэтлонг. И я выбрала в таком красивом голубом цвете. Мне нравится этот цвет. И узор косички. Еще я выбрала себе брюки. Еще одни. Только это уже брюки на незавышенной талии. Наоборот, заниженной. Хотела на себя примерить такой вариант. И вот Вайм Клоя нашла с широкими штанинами полной длины. И они называются брюки свободного кроя с защипами. У этих брюк очень плотная ткань. И мне кажется, что они даже мяться не будут. Да, они прям такие тяжеленькие. Широленький, очень приятная ткань. Класс. И базовый свитерочек в полосочку. Тоже немножко укороченный. И такой широкий. Как раз для супер базовых образов. С брюками, с черными, с лоферами. Этот свитер я еще представляю в таком базовом образе. Как с леггинцами, с сапогами наездника. И с каким-нибудь пальто огромным. Оверсайз. Та вещь, которая будет со мной, наверное, всю осень, всю зиму, еще всю весну. Ну и еще одна базовая вещь, из которой не обходится ни одна осень, зима и весна. Это бадлон. Или можно назвать его водолазка. Ну и здесь я вообще молчу. Супер базовая вещь. Водолазку как раз в это время года, в холодное время года, можно использовать вместо белой футболки. То есть она будет ее полностью заменять. На водолазку можно надеть огромный жакет. На водолазку можно надеть пальто. Водолазку можно носить просто так. С брюками, джинсами, с юбками. Да вообще с чем угодно. Вот с чем можно представить. Мне кажется, совсем будет идеально водолазка смотреться. Это точно та вещь, которая должна быть в базовом гардеробе. Она будет такой основой, на которую будет набираться весь остальной гардероб. Теперь приступим к... Ладно, оставим удерку напоследок, на десерт. Потому что там очень красивые вещички. Прям мне нравится. Начнем с пулунбер. Мне под видео под прошлым написали, что видео супер классное, но не называй пулунбер, пулунбир. Потому что бир это пиво. Я знаю. Но мне нравится, надо так шутливо называть разные магазины. Потому что, ну, их не очень удобно называть пулунбер или утеркуэ. Как-то на свой лад приходится их называть. Мои мамы вообще называют пулунбир. Как они называют его? Пламбир. Поэтому думаю, что это даже немножко весело. Пулунбир это один из магазинов Inditex, куда входят Zara, Bershka, Stradivarius, Пламбир, Oysha, Zara, Zara Home, Massimo Duty и утеркуэ. Я когда это говорю, мой молодой человек вообще всегда в шоке. Он не знает, что это почти один и тот же магазин. Просто разные концепции. Так вот, если кто-то не знал, то мне кажется, что это интересная информация. Что шьется примерно на одних и тех же фабриках. Может быть, даже иногда перекликаются ткани. Но разные дизайны и для разного возраста эти вещи шьются. Так вот, и еще разный ценник. Поэтому по-разному выглядит и упаковка, и презентация вещей. И, ну, в общем-то, вы понимаете, о чем я говорю. Пулунбир один из бюджетных магазинов Inditex. Поэтому упаковка моей покупки выглядит примерно так. Вот уже пакетик порвался. И в этом пакете лежат брюки, свитшот и сразу же лежат ботинки. Вот так вот. То есть вам, в принципе, ботинки упакуют сразу же с нижним бельем при желании. Начнем с брюк. Конечно же, я их себе взяла. Потому что они на меня идеально сели. Я всегда хотела такие брюки. Я понимаю, что они не супер качественные. И такой вариант брюк можно найти сейчас, мне кажется, только в подобном магазине масс-маркета. Они только чуть попозже потом придут уже в более дорогой сегмент с классным качеством. Вот. И под прошлым видео в комментариях заметили, что здесь швы не совпадают. Точнее, клетка не совпадает на швах. Вот сейчас я покажу. И что такие брюки нельзя брать ни в коем случае с таким качеством. Ну, например, вот сзади тоже не совпадает клетка. Если очень хочется, можно взять. Это такой огрех производства, бюджетного производства. Никто не будет за маленькие деньги. Вам еще и швы идеально друг к дружке посаживать. Это не будет стоить до 2000 рублей. Здесь есть небольшой значок спереди. Я его просто отрежу. Дальше из этого же пакета я достаю сапоги. И они суперкрутые. Мне очень понравилась эта модель сапог. Для пумбира это супер. Я, кстати, еще весной искала подобные сапоги. Я покупала на Asos тоже с очень большой такой платформой спереди, с большим каблуком. Я люблю такой формат обуви. И я очень рада, что они наконец-то вернулись к нам в магазины на полке. И мне кажется, эта обувь создана для меня, потому что у меня не сильно длинные ноги. Я пытаюсь этот момент скрыть какой-то правильной одеждой. С высокой талией, с мини-юбками, с высокими каблуками вот такими. Но на каблуках я ходить, честно говоря, очень не люблю. Мне удобнее залезть в кроссовки и пойти. Поэтому мне нравится как раз такой вариант сапог, где есть весистая такая платформа на носке. Вот. И они, кстати, классно подчеркивают ногу. Утончают голенище. Такая, получается, изящная ножка. Боюсь только, что из-за этого подклада, который не натуральный и не... Ну, какой-то искусственный, будет немного жарко. Посмотрим. Я взяла на свой 37-й размер 37-й размер. И далее из этого же пакета я достаю суперяркий свитшот. Из всех свитшотов, которые я там перемерила, я взяла именно вот этот. Он в жизни, кстати, выглядит не оранжевым, как на камере, по крайней мере, как я вижу. Он более желтый. Здесь написано «Колорадо». Естественно, что еще может быть написано? Вряд ли здесь бы написано было там, не знаю, «Санкт-Петербург». Из всех свитшотов мне он больше всего понравился, по крайней мере, по качеству, потому что здесь... Потому что здесь немахатенькая подкладка, которая бы, по моему мнению, очень сильно бы скатывалась бы и оставляла бы следы на нижнем слое под свитшотом. Не знаю, мне кажется, он поднимает настроение. Какой-то он супер сочный. И можно в нем и дома походить, и на улицу. В общем, в таком коузи-стиле. Кстати, на сайте я потом посмотрела «Полумбир». Там очень много крутых свитшотов. И на многих написано, что они не представлены в магазине. Поэтому всегда онлайн-шоппинг для меня сильно отличается от офлайна. И поэтому мне нравится сначала делать видео про онлайн-шоппинг. И потом идти уже в магазин и снимать он-офлайн-шоппинг, потому что они абсолютно полярно разные. Чего-то ты не увидишь в магазине, чего-то ты не увидишь онлайн. В общем, да, нужно и то, и другое совмещать для того, чтобы найти идеальную вещь. Посмотрите, какой у них классный пакет. Он супер качественный. Вы сейчас сразу заметите разницу в упаковке. Не знаю, с чего начать. Мне так нравится этот магазин. Мне так нравится потом смотреть все, что я себе взяла. Все так круто упаковано. Какое-то вот праздничное настроение. Начнем мы с такой красивой коробки. Это обувь. Смотрим, что внутри. Внутри у нас идет пыльник для обуви. Тоже с брендингом Утерко. Дальше здесь мои сапожки. Вау. Мне кажется, они такие красивые. И элегантные. Мне не хватает прям такой обуви, потому что у меня вся обувь, мне кажется, это кроссовки. Вот осенью мне захотелось каблуков очень сильно. У них острый мыс и каблук в такой красивой золотой виде рюмочки. Невысокий, но при этом будет создаваться полное ощущение каблука. Дальше у меня снова все в пыльничке. В большом пыльничке у меня лежит. Винтажная сумочка. Как будто винтажная сумочка. Мне кажется, иногда во мне просыпается винтажная бабушка. Ну, эта сумка такая на вечер. Она бархатная, сделанная в форме кошелечка. Внутри у нее еще есть цепь. И к ней как будто бы значки приклеены. Разные цветочки, сердечки. Очень миленькая и такая добавляет женственности, какой-то изюминки в образ. И на вечер, опять же, супер. У меня не было вечерней сумки. У меня все такие базовые, довольно лаконичные. Вот, и теперь можно будет пойти вот так. Следующее, что я нашла в бутырке, это вот такие прелестнейшие... Ладно, только в бутырке можно найти подобные. Прелестнейшие два ободочка. Ободочки! Мне очень хотелось ободок. И я нашла их только в этом магазине. Они сами сделаны в стиле Шанел, мне кажется. Как раз они как будто твидовые. И сверху обкручены блестючками. И так миленько! В общем, это два разных, они просто здесь скреплены. Я сейчас не могу их открепить. Один черненький и другой беленький. Можно как раз каким-нибудь видовым жакетом надеть. Будет симпатичная. Но я бы хотела их носить с чем-то на контрасте по настроению. То есть эти более женственные такие милые ободки. И с грубым каким-нибудь огромным жакетом. С грубыми ботинками. Но не знаю, в общем, я пока толком прям не придумала точный аутфит, который я бы хотела... В который бы я хотела внедрить эти ободки. Но это обязательно случится. Но они супер. Потому что к нам уже возвращались все заколочки, которые могли вернуться. Потом были крабики. И они еще до сих пор есть с 90-х. Мне кажется, самое время пришло к ободкам. Вещи были сами упакованы вот в такой кофр. Тоже с брендингом. Это уже не первый кофр, кстати. Как раз мой синий тренч тоже был в него упакован. Мне кажется, это такое... Это какое-то уважение даже к покупателю, который покупает что-то довольно дорогое. И внутри... Вы уже догадались, наверное. Те, кто смотрели мой шоппинг-флог. Внутри на вешалке, на вешалке висит красный жакет приталенный. Мне он очень понравился. В нем есть сразу несколько оттенков. Сразу бросаются глаза красный. На самом деле внутри есть еще синий, голубой. Синий, голубой, желтый, зеленый. Сами пуговки, кстати, такие темно-синие. За счет того можно будет использовать абсолютно разные цвета в аутфите в самом. Можно прям красный сделать. Можно успокоить этот жакет джинсами. Да ним всегда все успокаивает. А можно наоборот усложнить и добавить к этому жакету, например, зеленые брюки. Потому что на нем есть зеленый цвет. Или, допустим, синий. Кстати, этот жакет будет прикольно смотреться и с моим тренчем синим. Потому что у него тут синие вставки. В общем, тут все подсказки прямо на самом жакете. И мне нравится, что он приталенный. Что новенький в моем гардеробе. И последний из вставки – это юбка. Тоже упакована в кальку. Такие классные, интересные вещи, мне кажется, продаются только в Утерке сейчас. Необычное, что-то не супер базовое. С блестючками. Меня по каким-то видео просили показывать не только базовые вещи. Вот, пожалуйста. Красный жакет. Юбка с блестючками и с валанчиками. А если прикрыть чем-нибудь эти блестящие цветочки, то она абсолютно будет простой. Мне очень понравилась она, потому что она села на меня идеально. Так, ну что, мы справились. Я показала вам все вещи, которые подготовила для сегодняшнего видео. Сейчас я сижу, и передо мной они все лежат. Самое сложное – это уборка после съемки такого видео. Вот, надеюсь, вам было интересно. Вы, может быть, немного вдохновились, или просто я бы подняла вам немного настроение. Вот, я желаю вам всем, как обычно, хорошего дня, прекрасного настроения. Всем пока-пока.